По доброй традиции, встречая новый, принято подводить итоги года уходящего. Для компании «Газпром Трансгаз Самара» главным и основным критерием в работе остается бесперебойное газоснабжение потребителя. Надежность в работе, динамичность в развитии – вот те черты, которые традиционно свойственны обществу. В 2018 году компания отметила 75-летие со дня пуска первого магистрального газопровода Бугурслан Куйбышев, давшего начало развитию газотранспортной системы в нашей стране. Поздравить юбиляров приехал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер, а также руководящие работники ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. К поздравлениям также присоединились губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Оренбургской области Юрий Берг и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. На базе управления аварийно-восстановительных работ общества «Газпром Трансгаз Самара» совместно с дочерним обществом «Газпром Трансгаз Чайковский» состоялось выездное совещание по обмену опытом технологии производства работ и проблемных вопросов при выполнении плазменной резки и строжки металла. Компания «Газпром Трансгаз Самара» награждена благодарностью Министерства энергетики России за активное участие в мероприятиях социальной направленности в области энергосбережения, в том числе и за организацию и проведение на должном уровне уникального автопробега «Сердце России», направленного на популяризацию использования природного газа в качестве автомобильного топлива в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче». В здании административно-диспетчерского корпуса компании «Газпром Трансгаз Самара» состоялось открытие Центра обслуживания клиентов компании «Газпром Газораспределения Самара». В Ульяновской области началась реконструкция газораспределительной станции ГРС-52 Крестово-Городище. Ее цель – увеличение производительности станции для снабжения газом новых потребителей, в первую очередь предприятий промышленной зоны Заволжье и портовой особой экономической зоны. В оздоровительном комплексе «Березка» прошел межрегиональный историко-краеведческий конкурс-фестиваль «Победы России» для школьников средних и старших классов. Победители фестиваля, а ими оказались ребята из школы номер один городского округа Похвестнево, школы номер два поселка Уськинельский и школы имени Героя Советского Союза Михаила Овсяникова села Исаклы побывали в городе Санкт-Петербург. В целях повышения профессионального уровня, престижа рабочих специальностей, выявления и распространения передовых методов и приемов труда, в обществе «Газпром Трансгаз Самара» ежегодно проводятся фестивали профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». Компания «Газпром Трансгаз Самара» в очередной раз стала победителем регионального конкурса «Эко-лидер», завоевав почетное звание в номинации «Промышленный гигант». По итогам годового открытого акционерного собрания компании «Газпром», прошедшего в Санкт-Петербурге, в обществе «Газпром Трансгаз Самара» состоялась пресс-конференция. С самарскими журналистами совместно с генеральным директором предприятия Владимиром Суботиным общались генеральный директор «Газпром Межрегион Газ Самара» Андрей Кислов и Виталий Коротких, генеральный директор «Газпром Газораспределения Самара». Накануне акционерного собрания в Санкт-Петербурге состоялось награждение победителей 9-го корпоративного конкурса «Служба по связям с общественностью дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Служба по связям с общественностью «Газпром Трансгаз Самара» приняла участие в корпоративном конкурсе и одержала две победы. Историко-краеведческий конкурс «Победа России» стал лучшим среди проектов для детей. Вторая победа и первое место за постановочный фильм о последствиях несоблюдения требований охраны труда на производстве в номинации «Лучший корпоративный фильм». В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Самаре на аллее трудовой славы состоялось торжественное открытие стелы в честь строительства первого магистрального газопровода СССР Бугурслан Куйбышев. В обществе «Газпром Трансгаз Самара» на базе Сергиевского линейно-производственного управления прошли приемочные испытания опытно-промышленного комплекса по обезврежению отходов и остатков адоранта природного газа. По итогам проделанной работы на заседании правления ПАО «Газпром» состоялось награждение лауреатов премии компании в области науки и техники за 2018 год. Впервые за время существования награды компания «Газпром Трансгаз Самара» стала лауреатом, заслужив высокую оценку за разработку комплекса обезвреживания отходов адоранта природного газа. В начале учебного года в городах Похвастнево и Сызрань, в районном центре Челновершины, в поселке Варламово Сызранского района состоялось знаковое событие – открытие специализированных детских комнат-досуга в районных больницах. Идея обустройства лечебных заведений развивающими и развлекательными игровыми формами принадлежит генеральному директору компании «Газпром Трансгаз Самара» Владимиру Суботину. Проект, начатый весной, благополучно завершен к осени. Его цель – не просто скрасить время ожидания, а искоренить тот страх, который возникает у ребенка при посещении медицинского учреждения, сделать нахождение маленького пациента уютным и приятным. В селе Павловка Красноармейского района при поддержке компании «Газпром Трансгаз Самара» состоялся пятый фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Золотой ключик». В этом году на праздник прибыли творческие делегации из 20 районов Самарской области. Летний театр открыл свои двери для гостей фестиваля. Свыше 300 участников представили на соцзрителя и строгого жюри свои театральные постановки, кукольные представления и декламированное чтение литературных произведений в номинации «Художественное слово». В уходящем году было сделано много, а еще больше предстоит сделать. Газовики выполняли и будут выполнять свою основную задачу – безопасное и надежное газоснабжение жителей нашей области и всей страны. Масштабы деятельности компании таковы, что они затрагивают интересы огромного количества людей. Внимательное отношение к проблемам общества, содействие экономическому развитию регионов, поддержание достойных условий труда, развитие социального и духовного благополучия – вот неполный перечень важнейших составляющих в деятельности общества. И никакие экономические кризисы, ни внешнеполитическая напряженность не могут помешать планам компании развиваться и двигаться вперед. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...